я рад что у нас есть еще одна возможность поговорить мои дорогие друзья подписчики посмотрите этот человек согласился поговорить во время того что он переезжает с одной работы на другую сколько время у нас есть поговорить 30 минут час у нас сегодня есть где-то 40 минут поговорить 40 минут хорошо отлично я спросил людей в комментариях к нашему последнему видео если у них есть какие-то вопросы к тебе я выбрал несколько вопросов мы можем с этого начать первый вопрос который люди задали если у тебя в америке действительно хорошие друзья хорошие друзья по моему мнению по нашему мнению это люди которые могут тебя поддержать люди которым ты можешь позвонить среди дня ночи и сказать им ребята меня допустим мой друг мой там джордж можешь ли ты прийти помочь мне поддержать меня можешь можно ли попросить у кого-то финансовой поддержки физической поддержки духовной поддержки возможно ли иметь таких друзей в америке да у меня есть друзья я бы я бы сказал что у меня ну как бы у меня есть проблема я не люблю как бы зависеть от людей чтобы они помогали меня в моих проблемах ящик я стараюсь проблема решать сам быть независимым и стараюсь все делать самостоятельно может быть это плохо или хорошо но это то как вот я к этому всему отношусь хорошо это потому что это твою твоя черта характера или или это не популярно необычно в америке просить о помощи друзей я могу говорить только за себя я могу сказать что это зависит от человека у каждого может быть по-разному как они себя чувствуют я не могу сказать что это плохо но я очень горд тому что я не прошу никого о помощи и и если я попрошу кого-то помощи попрошу члена своей семьи потому что обычно люди ожидают что ты дашь им что-то в ответ взамен когда я прошу семью это другое я могу позвонить и друзьям поделиться своими проблемами но я всегда решаю свои проблемы самостоятельно стараюсь их решить сам это так с детства это то как я пытаюсь решить свою проблему это то им чем мы говорили с тобой прошлом раз раз в прошлой беседе хорошо у меня есть ощущение что дружба в америке в сша это не то же самое что мы знаем как мы это привыкли к к этому понятию в россии потому что здесь все решают свои проблемы самостоятельно максимум если у тебя есть проблема ты можешь пойти заплатить психологу который выслушает и поможет тебе в россии нам не нужен психолог мы просто звоним друзьям он послушает посоветуют поддержит да я думаю что есть причина почему это так если ты посмотришь в историю в америке никогда ну ты знаешь у нас была великая депрессия и даже во времена велика депрессия нас всех учили что у нас все в наших руках мы мы пришли через перешли через много войн и это нас научило быть как бы в общем такими какими мы есть это имеет какое-то это ты с этим согласен я говорю это твое мнение ты можешь высказать любое мнение мы просто хотим знать твое мнение никто не судит что ты думаешь о ситуации в сша сейчас я имею ввиду коронавирус я имею ввиду все эти протесты на давай 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 начнем с коронавируса ты знаешь коронавирус кстати там даже одна причина коронавирус этого много но там много разных причин мне мне возьмет несколько минут мне надо купить еду так как я не буду готовить самостоятельно мне надо купить еду в тот момент что мы будем говорить да без проблем то что я вижу то что я вижу очень в общем я сейчас хандрит 7000 170 тысяч смертей умерших было пока он покупает могу сказать что тут можно конечно посмотреть на статистику сколько там было умерших но по сути это не столь важно какое количество цифра может быть любая так я вернулся как я сказал 170 тысяч смертей ну вот я думал об этом долгое время 4 или 5 миллионов людей было заражено всего-навсего 3 процента из этих людей кто кто заболел 3 процента только умерло это ничего я могу сказать что очень много старых людей с разными другими болезнями они делают из этого проблему как будто это крупная проблема мировая но нас заставляют думать что это такая большая проблема но это нет это жизнь это это случается то есть не настолько велик процент да я согласен продолжай какая там другая причина ты говорил ты говорил о российских проблемах ну да протесты черная жизнь имеет значение прежде всего это ни хрена не протесты это это нарушение всего если вы сжигаете здания машины это не протесты вы ничего не решаете этим вы только ухудшаете обычный человек мы можем мы можем понять что так секунду в общем дайте я куплю заплачу за свою еду я работаю руках бок о бок со многими ты платишь кредиткой и получаешь еду за две минуты можно подумать что у нас не так так как Смотрите, приятный мужик дружелюбно разговаривает с девушкой, которая продает ему еду. Спасибо, это, кстати, классная маска у вас на лице. Вот, флиртует. Ладно, ребята, вернулся. Значит, почему ты, как ты думаешь, слушай, я очень уверен, что американское правительство, если бы они хотели остановить эти все протесты, они бы остановили очень быстро. Например, когда у тебя есть развод и дети посреди, между двумя родителями, один родитель все время хочет сказать, что он лучше родитель, чем другой. И, к сожалению, это то же самое, что республиканцы-демократы. Демократы говорят, что республиканцы-козлы, демократы-республиканцы говорят, демократы-козлы, но это как развод. Это разделить, разделять, разделить людей и получить от них то, что они хотят. Как бы, как ты с этим согласен? Да, но почему... Почему правительство не остановило это незамедлительно? Я видел, что из правительства очень много людей поддерживают. Это не стоит того, но они поддерживают. По какой причине, я дам тебе сейчас причину, они хотят очень повлиять на президентство, на выборы, на президентство Трампа. Это только для того, чтобы ухудшить ситуацию и побороться за президентские кресла. Так же точно и коронавирус. Я думаю, что они так же на него пытаются повлиять из-за этого. Мог ли президент Трамп решать проблемы с коронавирусом наилучшим образом? Ну, может быть и не мог, но это не значит, что он плохой президент. Это все для того, чтобы разделять население. Одни возьмут сторону демократов, другие республиканцев. Это для того, чтобы повлиять на выборы в 2020. Как ты думаешь, кто выиграет в следующих выборах? Я думаю, президент Трамп выиграет. Я знаю, что он выиграет, но это не будет такая победа, как могла бы быть. То есть он мог бы выиграть с большим перевесом, но все равно он выиграет. Последний раз, когда он выиграл выборы, он обещал сделать Америку великой еще раз. Я помню, что мы с тобой обсуждали это. И многие люди очень надеялись на то, что он сделает кое-какие изменения. Все эти четыре года я видел, что он только боролся против демократов. Он боролся за его права остаться на своем посту. Как ты думаешь, кстати, я согласен с тобой, что если демократы проиграли выборы Трампу на первых выборах президентских, и всегда они говорили о том, что президент Трамп нестабильный, что страна будет в глубоком дерьме в его президентство. И все равно они проиграли. В этот раз у них нет такой возможности говорить то же самое, ту же самую хрень о том, что Трамп нестабилен и будет все плохо. Я уверен, что они решили изменить ситуацию в Америке на очень плохую. И Джо Байден пообещает остановить это. И это как они планируют выиграть выборы. Я знаю, я уверен, я с тобой согласен, я знаю, что он выиграет. Но другие четыре года, веришь ли ты, что они дадут ему что-то сделать хорошее для страны, или они будут давить его так же, как они давили это, делали это вот эти все четыре года. Потому что все, что они делают, они просто разваливают, уничтожают США. Я могу привести параллель, то, что ты говоришь, да, все верно, все правильно. Я могу сказать параллель привести с тем, что случилось у меня в жизни. Моя жена, то, что она сделала с детьми, она сделала очень много плохих вещей. Это все было очень нечестно. Если ты будешь делать правильные вещи, если Трамп не останавливается и будет делать правильные вещи для страны, он будет сохранять курс. Когда ты находишься в шторме, в океане, тебе надо следовать курсу, своему курсу. И в конце концов ты увидишь плоды своего труда. И он будет иметь прогресс. Я верю, в конце концов, я не знаю, этот вирус, был ли он сделан случайно или по какой-то определенной цели. но знаю, что это испытывает США. Трамп знает, что он делает. Он старается сопротивляться Китаю. Я на 100% согласен с этим. Я не говорю, что Китай самая плохая страна в мире, но все этого боялись до Трампа. Согласен ли ты с тем, что делает Трамп по отношению с Китаем? Я не знаю, почему Америка дала Китаю все эти возможности, как они все это отдали. Да, они просто отдали им нашу экономику. Все производство. И теперь они пытаются вернуть это назад. И это как раз то, что Трамп пытается сделать. А все остальные до него пытались, то есть шли в противоположном направлении. И попробуй сделать какие-то изменения, так как 30 лет творилось, что попало. Какое твое мнение? Почему они это сделали? Американцы сходили с ума от русского коммунизма. А что насчет китайского? Да, да. Абсолютно верно. Это все из-за денег. Они знали, что у Китая огромная экономика. Они видели, перед ними маячили эти деньги. Я не сужу людей по правительствам. Да, Россия была... Россия была лучшая. Канада молодец. Америка молодец. Но мы говорим о коммунистической нации. Ну, так скажем, китайцы разыграли свою карту правильно. Россия была агрессивна. Вот, как бы в своем коммунизме. А Китай хитрые, тихие. Они особо не высвечивали. И поэтому они не раздражали. Вот так вот. Единственная ошибка, которую Россия сделала, ошибка, они были слишком агрессивны. Я не говорю, что это плохо, но они показывали свои карты. Открыли свои карты. И Америка сыграла свою роль, то есть сыграла своими картами. Они показали русских плохими. Ты знаешь вот этого чувака, который в Германии пропагандой занимался? Геббельс, да, Геббельс, да. В Америке такая же была пропаганда по отношению против России. А китайцы выиграли эту пропагандистскую войну, потому что они, в общем, по-тихому, никто их не видел. Вот так вот. Подумай об этом. Китайцы нагнули мир этим вирусом. И именно в этом обвиняют президента. Думаешь ли ты, что в Америке у вас есть право слова, свобода слова? Да, но это медленно уничтожается, сворачивается. И это очень опасно. Медийные платформы помогают стране. Но я думаю, что страна понимает это, и они понимают эту силу, и они пытаются это подмять под себя, и прикрыть эту свободу слова. Свобода слова — это дар. Если ты это так используешь, я могу одно сказать. Я люблю свою страну, я горд быть здесь. Я знаю, что здесь есть свобода религии. Ты можешь камню молиться, дереву, либо Иисусу. Но даже страна, правительство, они влияют и на религии. То есть, ты можешь пойти в магазин за продуктами, пиво купить, но ты не можешь пойти в церковь для того, чтобы помолиться. Вот как тебе это? Я обратил внимание... Да, я с тобой согласен. Я знаю, что было возможно критиковать всё. Можно было критиковать президента, конгресса, правительства, армию. Сейчас в Америке я вижу... Это табу критиковать всё, что происходит с чёрными жизнями, имея значение. Люди боятся говорить что-нибудь. Если ты что-нибудь скажешь, если ты что-то скажешь, они могут перевернуть это, что ты расист. И они, люди, боятся этого слова, расист. Здесь, ты знаешь, чёрное сообщество, они всегда были, ну, страдали с начала времён этой страны. Это было ужасно. Но люди забывают. Японцы также были ганимы. Евреи были ганимы. Очень многие расы были ганимы. Не только в этой стране, но везде в мире. Индейцы, коренные американцы, да, 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 по всему миру. Люди были ганимы, страдали. Я могу сказать, что расизм, это не касается только чёрных. Это касается всех. И если ты действительно об этом подумаешь, есть южноамериканцы, азиаты, африканцы. Я не хочу говорить о цветах, но белые люди, они в меньшинстве в мире. Подумай об этом, да. Есть азиаты, индийцы, африканцы, южноамериканцы. В популяции, мы вообще-то в меньшинстве, белые. Подумай об этом. Как тебе это? Что я хочу сказать этим людям? Вы думаете, только белые, то есть чёрные жизни имеют значение? Я думаю, все имеют значение. Почему только у большинства чёрного есть проблемы? Вы думаете, что вы можете сказать, что только из-за того, что вы были ганимы? Смотри, вот азиатская комьюнити, она меньше по популяции здесь у нас, но они очень сильные. Во-первых, потому что они держатся вместе. Они очень образованные, семьи сохраняются, они не разводятся, они держатся вместе. Почему они успешны, а чёрные нет? Это мой аргумент. И что можно тут сказать? Почему ты думаешь... Так, я знаю, что в Америке у вас очень много проблем с образованием. О, да, да, да. Да, и, значит, в общем, огромные проблемы с образованием. Но почему основная масса людей, которые имеют самые большие проблемы, это чёрные. Китайцы, даже в этой ужасной ситуации с образованием, они более успешны. Китайцы более успешны. Индийцы, индийцы очень умные, очень дисциплинированные. Китайцы, индийцы, японцы, вся азиатское сообщество, они гораздо лучше образованы в этой стране. И основная часть семей, мы говорили уже об этом, они дисциплинированы. У них есть отец, мать, семья, всё. Они не разъединены, они все вместе. Они оба работают очень сильно, и они успешны. Одна, другая проблема с образованием, американским образованием. Государственное образование, я думаю, они тратят на ребёнка где-то 250 тысяч в год, для того, чтобы его учить в год. Моё мнение, что если бы они не давали эти деньги непосредственно в школы, а взяли эти 250 тысяч на семью, на ребёнка и отдали в семье для того, чтобы те, семья, могли решить, куда они потратят, на в какую школу они отдадут своего ребёнка за эти деньги, таким образом можно было бы создать конкуренцию между школами для того, чтобы это всё улучшить, образование. Школы получают эти деньги, неважно, двоечник, ты отличник, всё равно получают бабки, и они не заинтересованы учить. А если бы изменить, как я говорю, тогда всё бы поменялось. образование улучшилось бы, гарантирую. Согласен, но я возвращаюсь к вопросу о правительстве. всё, что происходит в стране, я с трудом верю, что люди, которые в правительстве, не понимают, что происходит. И если они это принимают, моё мнение, это делается по определённой причине. Для того, чтобы все люди в стране были как можно глупее, потому что ты можешь крутить этими людьми как ты хочешь. Менее образованные люди легче ими управлять. Да. Сейчас я перейду домой. Дай мне минутку. Я тебе покажу вон там его дом был. Посмотрите на мой прекрасный американский флаг. Я люблю свой флаг. целую его каждый день. Видите, патриот какой. Как можно его ненавидеть? Покажи нам дом. Дом мы уже видели. Дай мне секундочку. Извини, я сейчас сейчас я посмотрю куда я в прошлый раз ставил телефон. Вот здесь. Вот так вот лучше. Давай, продолжай, мой друг. Как я сказал, я думаю, что все, что происходит в стране, это все с согласия лидеров, которые хотят, чтобы так было. Я думаю, что они так хотят с определенной целью, потому что чем меньше образованных людей, легче ими управлять. что ты думаешь? Вот что я думаю. Я сейчас хочу кое-что на это. Ты знаешь, наши отцы-основатели, как Фрэнклин Джефферсон, Джош Вашингтон, эти люди всегда верили в то, что надо давать власть меньше государству, что люди должны управлять сами. Почему они так считали? Потому что они покинули страну Англия, где короли все решали. И когда они приехали в Америку, у них появилась свободная. И здесь, к сожалению, чем больше мы даем власти правительству, тем хуже. Наша последняя свобода, которая у нас была, это медицинская страховка. Когда Обама Кер пришел, когда Обама Кер пришел, такая страховка, самое худшее, что мы могли сделать, это отдать это государство, потому что государство не может этим заниматься. Посмотри на социальное страхование. У них миллиарды, миллиарды, миллиарды долларов в социальном страховании, но они практически банкроты, они не знают, как управлять. И они никогда не узнают, потому что им пофиг. Помнишь вот этот финансовый пузырь с недвижимостью, практически экономика США развалилась, как во времена Великой Депрессии? Ты не слышал после этого о том, чтобы сделали какое-то расследование, почему это случилось. Если бы они могли изучить, почему это произошло, и наказать кого-то, в общем, из-за этого произошел этот пузырь финансовый. Как мы из этого вышли, я не знаю, но это безответственность правительства, что я так думаю, что мы им дали эту силу, мы как граждане, дали им эту силу, и они хреново все сделали. Я думаю, правительства в Америке, они не менялись много лет. Президенты меняются, но люди, которые управляют этой страной, все время те же самые. Они делают те же самые ошибки, то же самое они меняются, меняют президентов, но лидеры остаются. И вектор, по которому идет страна, остается тем же, неизменным. Как американцы думают, что американцы думают по этому поводу? Они выбирают президентов из той же самой группы людей, и ничего не меняется. Да, это совершенно верно, но президент Трамп никогда не был политиком. А, я имею ввиду до Трампа. Да, кстати, основная причина, почему они выбрали Трампа, им достало все эти политики, которые были до Трампа. причина, почему он выиграл, это потому, что он никогда не был политиком. Он говорит, ему все равно, что он говорит. Он не политик, он не рассуждает, как политик. Он говорит, что думает. И то, что он был избран президентом, это пощечина политикам, потому что они все понимали, какая коррупция в стране. И Трамп показывает все эти вещи. И, например, ФБР настолько коррумпированы, я был шокирован этими фактами коррупции ФБР. я всегда поддерживал ФБР и верил в них, но они просто ужасны. Это ужасно. Этот президент Трамп вообще-то все, что он делает с Китаем, ладно. Ну, только подумай. Ты мог бы... Ты видел когда-нибудь президента, который подвергался бы таким нападкам? Они атакуют его, потому что они его боятся. они боятся того, что он им показывает или людям показывает. Президент Рейган был все для американцев. Я не то, чтобы не уважаю Россию, Латвию, но Рейган был полностью за американцев. И Макрон должен быть таким. Путин должен быть таким. И многие президенты должны быть такими. А этот парень он показал проблемы в этом правительстве за прошедшие 40-50 лет. Майкл, я уверен, что Трамп выиграет. Но я вижу, что у него всего-навсего 4 года будет. и все, и все, конец. Что ты думаешь будет в Америке после его президентства? Люди, одну секунду, дай секундочку, люди в Америке критикуют русских, что они выбирают Путина снова и снова. Владимир Путин получил страну в ужасном состоянии, в глубоком говне. И люди поддерживают его еще и еще. Потому, что они видят, что только этот влиятельный человек может помочь стране подняться. в Америке же это невозможно. И следующие 4 года не помогут Трампу сделать все, что он хочет сделать. Просто 4 года ему не хватит времени. Ты знаешь, даже если президента еще было 8 лет, очень важно, кто будет президентом после него. Могу сказать интересную вещь. Ты знаешь, насколько мне не нравился Джим Картер, знаешь такого президента. Он не был лучшим президентом, но интересная вещь, интересный факт о нем. Президент Картер мог протащить очень много законов, как он это сделал. Другими словами, он мог взять демократов, республиканцев, объединить их вместе и протащить очень много законов, таких законов, как он только мог. Для того, чтобы будущий президент не волновался о большинстве правительства. это нездоровая вещь, когда есть такое противостояние. Он пытался сделать баланс для того, чтобы не просто опираться на свою одну партию, а для того, чтобы опираться на обею. что будет через четыре года, все, что президент Трамп может сделать, очень легко может быть разрушено, потому что его однопартийцы этого недостаточно. Все может быть разручено. Все может только ухудшаться. в Америке должно быть то, как делал Джефферсон, Рейган. Они были такие люди, которые понимали, хорошо, мы должны это сделать обеими партиями. Мы это больше не видим. В этом есть проблема. Нет единства партий. хорошо. Короткий ответ, если возможно. Что ты думаешь случится после выборов? У меня есть ощущение, что Америка как все ухудшается. Это как самолет, который падает. Люди сидят в этом самолете, смотрят в окна, видят, что земля приближается ближе и ближе. Они знают, что они погибнут. пока еще живы, но они видят на это все и понимают, что они погибнут. Честно, могу сказать, это очень зависит от того, кто будет президентом после того, как Трамп уйдет. Я не думаю, что Пенс там какой-то будет президентом, но это должен быть человек с теми же самыми взглядами, как у Трампа, для того, чтобы все, что он сделал, или все, что он старается сделать, продержалось. Президент Трамп, когда уйдет, если пять демократов будут править, они все могут поменять с ног на голову. Я знаю, что Америка выжила через 11 сентября, другие катаклизмы, очень много чего произошло, вирусы. Мы все еще стабильны. Мы все еще стабильны. Мы не такие стабильны, как были раньше, но все еще стоим. Удивительно. Мы все еще стабильны. Я не сказал бы, что мы идем в пике, как самолет. Майкл, ты действительно думаешь, что у вас стабильная ситуация в том случае, что ты работаешь 80 часов в неделю? Это то, что происходит, эта ситуация, что у меня в жизни случилось. Послушай, даже все, что со мной случилось, я все еще стою, я все еще верю в свою семью. Это нормальные рабочие часы нет. Но ты знаешь, что моя семья все еще здесь. Я работаю для того, чтобы правильное решение принимать. Это просто возьмет время. Это возьмет время. Майкл, мы можем обсуждать в будущем видео некоторые важные моменты, но я думаю, что вот мое видение образования в Америке сделано только для того, чтобы высасывать деньги из людей. очень дорого. Медицинское обслуживание в Америке также для того, чтобы высасывать деньги из людей. Это очень-очень дорого получить медицинскую помощь. Слишком дорого для того, чтобы выкачивать деньги. Машины все эти ипотеки все это дорого. Все для того, чтобы в стране высасывать деньги из людей. Так что люди, граждане Америки это ресурс денег как рабы для правительства для людей, которые управляют этой страной для того, чтобы эти люди только получали, получали, получали. Ты думаешь, это стабильная ситуация? Нет, это нет. Я думаю, что мы говорили об этом в последнем нашем интервью, фильме, последнем, который мы снимали. Я думаю, что я сказал это, что чем больше ты зависишь от правительства, от вэлфера, денег, которые тебе даются, это нездоровая ситуация. И кстати, президент Трамп, то, что он делает, потихоньку он пытается вырвать людей от этого. Он хочет, чтобы они были зависимы, то есть, извини, извини, независимы от правительства. Я думаю, это то, что другое подножка от политиков, они не хотят, чтобы люди от них не зависели. Чем больше мы зависим от правительства, тем более слабая будет Америка. И чем более независимы мы будем, тем более сильная будет страна. Я думаю, что если мы можем поговорить в следующий раз о будущем стране, о финансах, я с удовольствием это сделаю. Сейчас мне надо уезжать. И вирус, который повлиял на нашу страну, этот вирус очень сильно повлиял на страну. Об этом мы можем в следующий раз поговорить. Я не знаю, сознательно ли это было сделано, натуральный этот вирус или искусственный. Я очень благодарен тебе, Майкл. Хорошего тебе дня. Едь аккуратно. Хорошего тебе дня на работе. Послушай, ты классный. Ты очень хороший. У тебя, наверное, были очень хорошие родители. я не знаю много людей таких, как ты. Я надеюсь, ты еще раз приедешь и мы увидимся. Да, Майкл, я надеюсь, что я побываю у тебя дома, мы посидим вместе, выпьем, поедим, поговорим. Да, я бы хотел. Я благодарен тебе за твои хорошие слова, добрые слова в мой адрес. И последнее, что я хочу сказать. Очень много подписчиков сказало мне много хороших вещей о тебе. Спасибо, спасибо. Я хочу сказать вам, людям, я знаю, что вы очень много пережили во Второй мировой войне. Я очень вас уважаю. Вы боролись, вы выжили. Ваша страна, выставила. Я видел всегда очень честных, хороших людей. Вы люди хорошие. Вы классные люди. Да, действительно. Майкл, я надеюсь, когда-нибудь ты побываешь в России. Да, я бы хотел. Это было бы замечательно, потому что вы крутые. Действительно. Все люди, которых я встречал, действительно. Все, что ты говоришь, это правда, ты не боишься говорить эту правду. Это круто. Спасибо, мой друг. Все, ребята, пока. 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 Субтитры создавал DimaTorzok